Всем привет, дамы и господа! С вами вновь Александр и я вам сегодня хочу рассказать, что если вам не позволяет бюджет или на текущий момент у вас нет такой возможности, но хотите купить очень хорошее и безопасное, самое главное, и качественное кресло и недорогое от компании Britax Römer, то есть такая возможность. У них есть младшая моделька, называется Discovery SL, категория 2-3, с 15 кг до 36 кг, это где-то с метра роста до победного конца, собственно, можете ездить. Вот, и это кресло у нас получается интересно тем, что за вот эти деньги, которые оно продается, и вы посмотрите рынок, и с таким уровнем безопасности, еще чтобы это был немец, на самом деле вы столкнетесь с ситуацией, что не такой у вас и большой выбор на самом деле. Поэтому это кресло очень достойно внимания и обязательно досмотрите обзор до конца, я думаю кресло вам понравится. Что из себя оно представляет? Здесь вы видите пятиточечных ремней нет, 2-3 категории, ребеночек пристегивается уже взрослым ремнем. Давайте сразу это и покажу, и потом все остальное. Кстати, что касается комфорта, у нас здесь, видите, такой свободный ход спинки, то бишь спинка этого кресла примет положение спинки автомобильного сидения, и ребенок под 90 градусов сидеть не будет, за это не переживайте. Что касается ткани, сразу давайте скажу, типичная реберская ткань, очень износостойкая, мягкая, тактильно приятная, и даже спустя несколько лет действительно ткань сохраняется очень хорошо, их потом на вторичке легко продать эти кресла, ну имя само по себе уже, понимаете, да? Вот, так, кстати, про ткань еще добавлю, что касается ухода до 30 градусов, главное стирайте, а иначе сядет и вы уже обратно его не оденете. Так, у кресла есть система изофикс, ее вам сейчас покажу, но если, например, у вас нету изофикса, абсолютно не беда, просто ставим кресло, посадили ребенка, пристегнули ремешком, ремень проходит у нас специально в направляющем, в подголовнике, обязательно проводите ремень в подголовнике, в направляющем, а иначе это очень небезопасно, ремень будет гулять, на горло в ДТП может попасть, это очень опасно. Поэтому следите за тем, чтобы ремешок всегда был в направляющем, просто не доставайте его оттуда и все. Так, изофикса, если нет, вот таким способом у нас пристегивается ребенок вместе с креслом. Если же изофикс есть, в версиях SL присутствует изофикс, но он немножечко удешевленный, он на ремне, а на конце уже полноценный жесткий изофикс. Это не просто крючок, так в производстве дешевле, естественно, но это не менее эффективная система, поэтому вот просто пристегнули, пристегнули, и потом уже здесь, соответственно, спереди ремешок, просто берем и натягиваем, и оно прижимается, и, соответственно, можно ехать. Кстати, хочу сразу подметить, оно очень мягкое, это не какое-то дубовое кресло, когда там пластмасса и ткань, вот здесь вот с этим все хорошо. Оно вместительное, и здесь очень достаточно широкий подголовник, и в шапке даже ребенок, нормально помещается его голова. Так, что касается безопасности, сразу вот акцентирую внимание, очень неплохой уровень безопасности, учитывая, что это самая младшая модель, она, мне кажется, может даже поспорить с другими брендами, со старшими моделями. Очень даже все в порядке, и за эти деньги действительно очень достойный вариант. Собственно, хватит нахваливать, просто мне нравится цена-качество-безопасность соотношения, поэтому я акцентирую внимание. Вот, все, что хотел по креслу рассказать, я вам рассказал, как по мне, достойнейший вариант, и хочу лишь пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребенка. Если кресло в обзоре понравилось, ссылка на Мир Автокресел в описании есть, можете заказать, можете заказать еще какую-нибудь другую общую компанию. Кресло 2 на выбор вам привезут, вы дома посмотрите, посадите ребенка, и уже определитесь, и купите какое-то одно. Есть вот такая опция в Мир Автокресел. Ну, а я, в свою очередь, хочу вам пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребеночка. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok